МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Корреспонденты 1-го Карагандинского и Ягуль Нуржакен расскажем вам о главных событиях этого дня. Юбилей Маслихатов. В этом году Маслихатам Республики Казахстан исполнилось 20 лет. Сегодня прошли публичные слушания по переименованию четырех улиц Караганды. Управление по борьбе с контрабандой возбудило два уголовных дела за незаконный ввоз автомашин. Молодые и энергичные бизнесмены – это требование времени и хороший показатель экономического развития страны, сказал Акимобласти Нурмухамбет Абдибеков во время своей встречи с молодыми предпринимателями, состоявшейся 8 октября в гостиничном комплексе «До Староле». Глава области Нурмухамбет Абдибеков отметил, что именно молодым бизнесменам принадлежит одна из ключевых ролей в социально-экономическом развитии Казахстана. К обсуждению этих вопросов, я, соответственно, готов стараться понять эти вопросы, проблемы, и постараться их решить. То ли это связано с финансированием вопроса, то ли это вопросы связаны с некими преградами, административными проектами, которые нам будут в социально-экономическом развитии и так далее. Также Нурмухамбет Абдибеков рассказал о том, что делается в регионе для поддержки молодых предпринимателей в рамках программ «Дорожная карта бизнеса-2020 и развитие моногородов». По этим программам поддержано 525 проектов. Кроме того, специально для молодых бизнесменов в них внесены изменения. В частности, по «Дорожной карте бизнеса» молодой предприниматель может получить грант на открытие собственного дела до 3 миллионов тенге в приоритетном порядке. Ещё одним новым инструментом поддержки для данной категории с нынешнего года стало гарантирование кредитов в размере 70% от стоимости кредита без отраслевых ограничений. В завершении Акимобласти ответил на вопросы участника встречи. Лариса Хусынова, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Юбилей маслехатов. В этом году маслехатам Республики Казахстан исполнилось 20 лет. В честь мероприятия секретарь областного маслехата вручил депутатам юбилейные медали. В 1993 году была принята Конституция. Опираясь на неё, в 1994 году были избраны депутаты маслехата. Маслехат – местный представительный орган, который ведёт контроль за местным исполнительным органом. Поначалу, когда объединили Карагандинскую и Жизгазганскую область, было около 70 избранников народа. На сегодняшний день в нашей области из 42 избирательного округа насчитывается 42 депутата. На каждый округ в среднем приходится от 18 до 22 тысячи избирателей. Каждый из нас внёс огромный вклад в развитие, укрепление и процветание нашего региона. Мы вас никогда не забудем. И ещё раз от имени депутатов выражаю благодарность за ваш труд. На первых выборах депутаты выступали не от партии, а в основном от предприятия или самовыдвиженцы, избираемые народом косвенным голосованием. На сегодняшний день у депутатов есть сообщество. По словам Торихана Майбаса, депутата первого созыва, члена союза писателя, этнографа, журналиста, заслуженного деятеля культуры, раньше в Маслихате актуальные проблемы обсуждались бурно и остро. И всё говорилось прямо. В будущее время нужно рассмотреть ряд проблем. Например, депутаты районного Маслихата на повестку дня выставляют проблему, но на областном Маслихате не находят поддержку, а проблемы областного Маслихата не рассматриваются в парламенте. По словам секретаря Маслихата, депутата пятого созыва, авторитетные и активные, вникают в проблему, в будущем сделают немалый вклад в развитие нашего региона. Викзат Аликайдаров, Олжас Габасов, Арман Артаев, Первый Карагандинский. В Доме культуры Нового Майкудука прошли публичные слушания по переименованию четырёх улиц Караганды. До этого проходили слушания по наименованию безымянных улиц. Собрание длилось довольно долго. Вместо 40 отведённых минут жители дискутировали два с лишним часа. Мнини разошлись и были долгие споры, но люди из президиума смогли дать конкретные разъясняющие ответы на вопрос каждого выступающего. Голосование за переименование улицы Шахтостроительной, которая находится в центре города, в улицу Сапужана-Ашляева было единогласным. Заявители даже принесли протокол схода жителей улицы, где было зафиксировано их общее согласие на переименование. Из 69 карагандинцев, что пришли на публичные слушания, большинство людей также поддержали эту инициативу. Также прошло голосование за новое название для улицы 40 лет Октября, что в сортировке. Её предложили переименовать в улицу имени Рахимжана Кушкарбаева. Герой войны весной 1945 года одним из первых водрузил знамя победы над Рейхстагом. Улицы Архитектурной, так как она простирается от Дома культуры Нового Маякудука, предложили дать имя Жаяу Мусы, культурного деятеля и известного казанского композитора. В соответствии с законом, любое обращение к гражданам должно быть вынесено на обсуждение. Поэтому Акимар, города Караганды, улица управления культуры, выносит на ваше обсуждение. Жители улиц задавали много вопросов. В том числе их интересовало, сколько бюджетных денег потратят на новые адресные таблички. Секретарь городского масляхата Кабдегали Оспанов ответил, что это будет зависеть от количества домов на переименованные улицы и ряда других факторов. Но никто из жителей переименованных улиц никаких затрат не понесёт. Что касается документов, то новые данные внесут в электронную базу цонов, так что проблем у горожан не возникнет. Однако на этом споры не закончились. К примеру, жители улицы Новоселов были недовольны возможными изменениями и тем, что публичные слушания провели на территории Майкудука, а не в городе. Однако в правилах учёта мнения населения нет такого пункта, в котором было бы сказано, что обсуждения должны проходить рядом с улицами, которые предложили переименовать. А депутаты с самого начала старались проводить свои расширенные заседания по вопросу наименования и перенаименования улиц в разных районах города. Хорошо, есть предложение всё-таки перейти к голосованию, потому что это вопрос... Не надо никакого голосования, мы все против, мы не успокоимся. Хорошо, это наша гражданская правда. Маслехатам города предварительно была дана информация в средства массовой информации Караганды. Жителям улиц Новоселов и Архитектурной накануне даже разносили уведомления. Кому-то отдавали лично в руки, другим вкладывали в почтовые ящики или расклеивали на подъездах домов. Хотя ни в правилах, ни в регламенте этого не требовалось. Однако явка карагандинцев составила всего лишь 69 человек. И большинством голосов, присутствующих в зале, как и положено по закону, переименования были одобрены. Теперь совместное постановление Акимата и Маслехата вместе с протоколами сходов жильцов отправят в Республиканскую аномастическую комиссию. Там и решат судьбу карагандинских улиц. Лариса Хусейнова, Ожас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group Производитель продукции торговых марок Alugal Galvin Hercule Торговая марка Galvin представляет Эконом серия профиль Galtec 53 серии Эконом система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение Если вам нужны внутренние перегородки в магазин офис, балкон или лоджию это ваш профиль Стандартная система Профиль Galvin Профиль Galvin 60 серии Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм идеально подходит для любого климата и региона Система стандарт относится к классу А А значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей А теперь новинка Серия эксклюзив Пятикамерный профиль Galvin 70 серии Монтажная ширина 70 мм Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию Толщина лицевых стенок 3 мм Помимо белого цвета профиль Galvin выпускается в шести цветах Золотой дуб Махагон Мореный дуб Темно-коричневый Орех И серый Но и это еще не все Имеются профили односторонние внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам Профиль Galvin Морозостойкий Надежный Прочный Миллионы людей доверяют им самое личное и ценное Сегодня почтальоны всего мира отмечают День почты который установлен Всемирным почтовым союзом в 1969 году Несмотря на развитие информационных технологий и интернета почтовая служба важна и востребована Кто там? Это я, почтальон печки Принес заметку про вашего мальчика Первое почтовое отделение связи на территории современного Казахстана было открыто в 1860 году в городе Верны Вскоре оно было преобразовано в почтово-телеграфную контору С 1992 года Казахстан является полноправно членом Всемирного почтового союза В 1999 году почтовая служба была преобразована в открытое акционерное общество Казпочта со стопроцентным участием государства в уставном капитале На сегодняшний день карагандинский филиал Казпочты имеет разветвленную сеть около 300 отделений 1700 сотрудников Запущена программа трансформации по улучшению сервиса Весь перечень услуг будет пересматриваться, опираясь на международный опыт Для этой цели сейчас привлечены очень иностранные сотрудники Большая создана программа Большая есть команда Ежедневно сотрудники филиала Казпочты обслуживают более 200 человек Осуществляя прием платежей за налог и коммунальные услуги Прием корреспонденции, которые пользуются организацией и физические лица Обменный пункт, денежные переводы и выплата пенсии Лилия Миронова работает уже 28 лет После окончания технического училища по специальности оператор почтовой связи Сразу пришла работать на почту Сегодня у нас на нашем предприятии на Казпочте праздник День Всемирной Почты 21 год нашей Казахстанской почты Мы поздравляем всех коллег с нашим праздником Всем желаем здоровья, благополучия, успехов на работе Всего самого-самого наилучшего Интересно, знают ли клиенты Казпочты о сегодняшнем празднике День Всемирной Почты? Здравствуйте, знаете, какой сегодня праздник? Не знаю Сегодня Всемирный День Почты Вы знаете, какой сегодня праздник? Нет, не курс Сегодня Всемирный День Почты Только что видел объявление там Даже не знаю, что-то с почтой связано Узнав о профессиональном празднике, клиенты изъявили желание поздравить с этим замечательным днем В общем, сегодня я пришел оплатить услугу Кадагра Маркетинг И меня очень быстро расслужили, буквально за 5 минут В связи с этим хочу поздравить всех почтальонов, всех сотрудников, всех клиентов почт Казахстана, а также директоров с этим замечательным праздником Развитие информационных технологий не дают почтовую связь менее востребованной Ведь многие документы с личной подписью и посылку не отправишь по электронной почте Викзат Аликайдаров, Айдын Жахан, Арман Артаев, Первый Карагандинский К другим новостям Управление по борьбе с контрабандой возбудило два уголовных дела за незаконный ввоз автомашин Две «Хонда ЦРВ» 2003 и 2004 годов выпуска Сумма контрабанды составила 5 миллионов тенге Сотрудниками Управления по борьбе с контрабандой проводилась проверка законности нахождения на территории таможенного союза автомашин «Хонда», владельцами которых являются граждане Кыргызстана В ходе проведения проверки установлено, что по документам машины были пригнаны из Беларуси Однако, по данным таможенникам Беларуси, они там не зарегистрированы Сотрудниками Управления по борьбе с контрабандой была проведена доследственная проверка В ходе которой было установлено, что данные транспортные средства не были вывезены в установленные сроки с территории таможенного союза И, помимо этого, поставлены на учет без уплаты таможенных платежей и налогов в РЭО УВД Абайского района Судьба этих машин будет решена после окончания следствия, а владельцев привлекут к уголовной ответственности В Казахстане успешно развивается малый и средний бизнес Предпринимателям создаются все условия для открытия своего дела Весомую поддержку оказывает и государственная программа «Дорожная карта бизнеса-2020» Основной целью программы «Дорожная карта бизнеса-2020» является обеспечение устойчивого и сбалансированного роста регионального предпринимательства в мест и ревых секторах экономики, а также сохранение действующих и создание новых рабочих мест Данная программа должна помочь малому и среднему бизнесу выйти на новый уровень На сегодняшний день очень много программ связанных с поддержкой бизнеса Но все эти программы решают одну задачу Это создать благоприятные условия для бизнесменов Сегодня государственной программой решаются вопросы инфраструктуры То есть если предпринимателю не хватает инфраструктуры Он может воспользоваться такой программой и государство построит такую инфраструктуру Сегодня государственной программой решается вопрос субсидированной процентной ставки банков второго уровня Многие предприниматели пользуются такими услугами. Это очень удобно, когда обыкновенный кредит стоит в банках 14-12%, а через дорожную карту она стоит в два раза дешевле. Конечно, это очень удобно, этим надо пользоваться. За время существования государственная программа «Дорожная карта бизнеса-2020» в общем поддержала более полутора тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, которые получили поддержку в виде гарантирования кредитов и субсидирования кредитной ставки. Это весомая поддержка, особенно начинающим бизнесменам. Надо сделать доступными услуги, ну так скажем, государственные закупки для этого бизнесмена, доступ к получению земельных участков, доступ к получению, подключению к инфраструктуре. Государственными программами сегодня решается поддержка новых бизнес-стартапов, так называемых. На них выделяются специальные гранты, бесплатные гранты до 3 миллионов тенге. Тоже для начинающих бизнесменов очень большая помощь. Региональная палата предпринимателей защищает права и законные интересы предпринимателей, проводит общественный мониторинг предпринимательской активности, разъясняют цели и задачи государственных программ. Более подробно о работе палаты предпринимателей области сегодня в программе «Багыт» в 20 часов 20 минут. Одно из страшных заболеваний – рак. Всего в Казахстане на текущий год состоит на учете более 146 больных раком. В Караганде прошел казахстанско-германский симпозиум на тему «Инновационные технологии онкогематологии», на котором ученые будут обмениваться опытом по бобе с онкологическими заболеваниями. В настоящее время заболеваемость злокачественными новообразованиями продолжает увеличиваться во всем мире. С этой глобальной проблемой нужно бороться и не дать вирусу распространиться. За последние 25-30 лет темп прироста заболеваемости раком в мире превысил годовой темп прироста населения. Ежегодно в Казахстане выявляется более 33 тысяч новых случаев заболевания раком. Если говорить о статистике, то что можно сказать? От различных видов рака в возрасте от 65 лет и старше практически умирает каждый пятый человек. То есть это очень высокие цифры. Конечно, причин очень много. И одна из главных причин – это и неприверженность здоровому образу жизни, это и особенности нашей экологии. Всего в республике на 2014 год состоит на учете более 146 тысяч больных раком. Для нашей численности населения это очень большая цифра. Ежегодно от рака в Казахстане умирает порядка 14 тысяч человек, из которых 42% – лица трудоспособного возраста. Онкологические заболевания являются одними из первых причин смертности не только в Казахстане, но и в мире. Сегодня будут представлены некоторые методы профилактики начальных стадий заболевания относительно проявления раковых заболеваний. Примерно та же самая ситуация распространения как в Казахстане, так и в Германии. В рамках конференции запланирована работа по разным направлениям. Диагностика и методы лечения, актуальные проблемы детской онкологии и гематологии, вопросы, поддерживающие терапии и палеоактивной помощи при гематологических и онкологических заболеваниях. В 80% случаев такие заболевания можно излечить, выявив на ранних стадиях развития. Но плохая осведомленность жителей порой становится страшным и необратимым диагнозом. Заболевания встречаются и у детей. Код первичных больных с онкологическими заболеваниями у детей где-то около 600. Из 600 детей, 140 детей – это дети с острой лекемией, остальные 450 – это дети с солидными опухолями. Целью конференции является обмен опытом и консолидация усилий ученых и клиницистов в области диагностики и лечения гематологических и онкологических заболеваний. Лариса Хусейнова, Кайрат Рашитов, Бахтия Руспанов, 1-й Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго, Аман Саубулмсдар. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова